Все было с точностью да наоборот. Водитель тягача, попавший накануне в дорожную аварию с легковой машиной, рассказал истинные обстоятельства происшествия, случившегося во вторник, 6 февраля, в Сухоложском районе Свердловской области. Его слова подтверждает запись видеорегистратора, установленного в кабине Рено. В 8.53 утра 47-летний водитель компании «Цемтранс» Виктор Василюк двигался со стороны Сухого Лога в направлении Камышлова за рулем тягача Рено с бортовым полуприцепом, частично груженным тюками с цементом. Проехал село Курии и чуть прибавил скорость до 59 км в час. Дорога Куриного-Пышминская была окутана туманом из-за протекающей параллельной реке Пышмы. Попутных машин впереди не было, навстречу двигались легковые машины. Буквально в километре от села Виктор увидел впереди свет фар двух легковых машин. В следующее мгновение вторую из этих машин занесло, и она боком вылетела навстречу. Водитель Рено выкрутил руль вправо, но избежать столкновения уже не удалось. Тягач ушел в снег, «Лада» 14-й модели осталась на проезжей части, но в значительно видоизмененном состоянии. Сообщая накануне об этой аварии, отделение пропаганды областной ГИБДД, вопреки обыкновению, не указало ни время ДТП, ни возраст и водительский стаж его участников, но главное, отсутствовало описание обстоятельств случившегося. Единственным источником, сообщавшим хотя бы минимальные подробности аварии, оказался паблик ВКонтакте «Инцидент Камышлов», в котором очевидцы утверждали, что авария произошла по вине водителя фуры, пошедшего на обгон. За неимением других источников информации, с оговоркой на то, что эти сведения неофициальны и не проверены, мы процитировали их в эфире. В реальности, как доказывает сегодня видео с регистратора, все было иначе. Водитель фуры не только не был виновен в столкновении, но и своими действиями, возможно, спас и водителя, и пассажирку «Лады». Впрочем, женщина, мать водителя, четырки в этой аварии пострадала. По словам медиков, проводивших госпитализацию женщины, у нее сломана нога и рассечена голова. Водитель «Лады» в помощи врачей, по крайней мере, на месте аварии не нуждался. Несмотря на то, что никаких личных данных водителя тягача «Рено» мы не озвучивали, Виктора Василюка задела недостоверная информация о произошедшем. По его словам, его водительский стаж составляет 31 год. Всю свою жизнь он работает на грузовиках, имеет все возможные категории в правах и всегда был на хорошем счету у работодателей. С 2021 года Виктор в компании «Цемтранс» – главном перевозчике компании «Сухоложск Цемент», где его ценят за аккуратную и безаварийную езду. К счастью, все автомобили этой компании оборудованы системами контроля как состояния транспортного средства, так и состояния водителя и, конечно же, дорожной ситуации, что и позволило своевременно разобраться в случившемся. Тем не менее, без ответа остается вопрос, почему пресс-служба госавтоинспекции распространила в СМИ неполную информацию об аварии. ТАУ сделала запрос в отделение пропаганды областной ГИБДД, но ответ пока нами не получен. Впрочем, догадка есть. Из собственных источников ТАУ стало известно, что водитель «Лады» 14-й модели, потерявший контроль за движением, допустивший занос и выезд автомобиля на встречную полосу, совсем еще молодой человек, 22 лет от роду, имеющий небольшой водительский опыт, но, возможно, служащий в качестве стажера в одном из районных подразделений ДПС. Вновь оговоримся, что официального подтверждения этой информации у нас нет, но в Сухоложской ГАИ, расследующей обстоятельства этой аварии, все данные на участников вчерашнего ДТП есть.